как красиво распоясалась зима мои дорогие друзья с новым годом вот это вот по-настоящему новый год не в плане календаря а в плане вот такой снежной погоды я еду за хлебом за продуктами потому что сидим дома и едим 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 и едим как пригодилась мне вот это вот вязаная длинная пальто я вам сейчас его покажу буду ворота открывать покажу зато тепло как один нос торчит у ребята такие сны снились сегодня новогоднюю ночь наверно снятся снятся то о чем ты думаешь правда наверно опять приснилась бабушка дедушка у меня у нас у нас у у у у у у на улице очень холодно очень но так как я в такой вот прям войлоке в таком тепло на тепло оделась не ощущается значит в двадцать первом такой зимы не было в двадцатом в девятнадцатом помню в конце февраля с них выпал вот двадцать четвертый год три года не было зимы мне было и еще было в тишина было вообще прекрасно вы знаете что я хотела пока в машине еду хотела поделиться с вами надеюсь меня слышно кстати за по поводу звука в ю тубе большие глюки сейчас это что-то у них там когда конвекты конвектация видео происходит ну они нам написали что они будут все что они этого этот вопрос решают такая фигня с прямыми эфирами ну в общем короче друзья мои так как я блогер и вещаю вам общаюсь с вами здесь да все мы люди что-то смотрим но не озвучиваем тихонько себе смотрим анализируем источники чтобы знать правду со всех сторон так я не по поводу правды значит все мы знаем да оксана марченко ведущая украинского x-фактора все ее знают жена медведчука нашего предателя почему говорю нашего потому что он украинец которого обменяли на азовцев которые отпустили отпустили до власти нашей он сейчас россии но я не об этом так вот я хочу что озвучить озвучить меня очень раздражает ведущая канала каком плане ну знаете у всех свои есть какие-то предпочтения это все запахнула в себя все раздражение и все-таки послушала и так вот была передача оксана марченко честно говоря ну как передача она говорила о ней о ее фильме паломница вышел я не рекламирую просто я вчера посмотрела две серии я до этого паломницу первый сезон в двадцать первом году я посмотрела в общем шоу битвы она там размувляла я кого на там ну в общем всеми эпитетами и предателька и воровка значит что я хочу сказать я вчера зашла посмотрела я смотрела первый сезон второй сезон смотрела когда первый сезон я смотрела я была в восхищении от оксаны в каком плане я не вникала что она жена медведчука войны не было как и то что не вникала и превзятая к ней не относилась потому что я знала оксану по их фактору она себя вела очень достойно хотя сейчас и говорят что оказывается она там и такая и сякая и палки в колеса ставила и гонорар самый большой она требовала но дело в том что это же был канал медведчука стб все каналы были вот эти вот пророссийские медведчука в каком плане пророссийские которые 50 процентов на русском языке писать процентов по лицензии чтобы не отняли на украинском языке вещами вот и так как мы знаем когда не когда медведчука арестовали она просила помощи у путина почему-то муж сидит блин в украинской тюрьме а она у путина просит помощи девочки кошмар всем это знаем я не буду пересказывать так вот посмотрела я второй сезон это не весь пару серий это же знаете как вот век живи век возмущайся как моя мама говорит наташа все люди такие-то такие-то так сейчас на заправку заправлюсь потом потому что газ и бензин заканчиваются мы смотрим но молчим я это могу говорить потому что я обещаю на большую аудиторию мне кажется никаких глупостей я не говорю кто мне будет сейчас писать что я тупая тупо блокировать что мне тоже надоело вот эти разные сержи ивановы особенно мне кажется ивановым ну что здесь делать с такой позицией что что ну хорошо да да правильно я подошла 10 деревен оставила язык испугалась женщина тут женщины работают на заправках я здесь заправляюсь всегда женщинам даю копеечку потому что женщина и женщина так вот девочки я не буду там московский патриархат брать давайте эту тему опустим потому что так каждый человек верит в то что он хочет верить да вот я знаю что у нас московских я не знаю троицкая еще девочки кто из днепр или вообще кто по истории знает троицкая же церковь церковь тоже относилась московскому патриархату ну там нормально все никаких я не видела не митингом ничего волна против и еще раз хочу сказать вот так вот моего отношениям друг другом до глаза сцим вроде как все хорошо а копны люди обезьяны понимаете перевертыши мы все знаем да ну нам показывали это в передачах передачах показывали я не знаю понимаете кому в этой жизни уже верить я просто не знаю золотые унитазы золотой вагон не такое что был золотой вагон это как знаете с януковичем золотой батона кто нибудь видел этот золотой батон а где все делается это вот януковича которые там там вообще говорят что все было в мраморе в золоте к своей коровы свои сады свои теплицы даже люди работали он ел все свое что в теплицах выращенное летом и зимой так же самое вот и марченко с медведчуком золотой вагон золотые унитазы столько бриллиантов хорошо зачем вот приходишь вот если это все правда вот так вот и мы люди знаете вещаем одно говорим одно а внутри совсем другое вы мне скажете напишите это жизнь это люди животные намного раз лучше тысячелетия миллиарды лет мы живем на этой планете почему ничего не изменилось нами с людьми почему вещаем одно а в душе совсем другое вот она ходит рюкзачком такая вся набожная наколотая и губки и глазки сделанные и сиськи уже не знаю 25 размера там уже не знала же лопается и в декольте сидит и батюшка и декольте и декольте открытое мне вот это так не понравилось я мне нравится когда грудь маленькая и есть декольте но когда большая грудь девочки но этого не то что не скромно но ты пришла берешь интервью этого про ирея про хитрее я не знаю у кого извините я не богакурствую девочки что видела то и говорю с таким декольте да в косыночки до минимум косметики на лицо пунцовое на кулака все все что можно а что случилось ну а может я заправила уже а ну спросите уже жду жду что ж такое что она говорит может поломалась что-то он не должно заправлялся я вообще-то включила а че вы не заправили а воно на пятой а ну включите на пятой включено а скажи еще раз новенькая я включаю еще раз спрашивай что так было пуск нажмите там нажали пуск о а не не хочет да она говорите с ней пускай там она что-то делает уже или мне может отъехать на другую слава аллилуйя а я думаю что такие ладно это сегодня точно крещение боевое до процентов пешел газ пешел я думаю я уже болтаю болтаешь заболтала с вами уже так вот и вот она говорит я там была там где дает дать черногорию где бездетные пары приезжают детей просят потом они приезжают с детками с днем ничего дорогенько все буду добра не переживайте вот это конечно все хорошо потом она показывала как этот самый это конечно бред я такое даже не хочу озвучивать расскажу заболел раком отдел футболку там от какого-то святого и потом лечился медикаментозно и не врачи помогли а чудо произошло мы понимаем какое чудо происходит с нами кто во что верит вы же понимаете что да самое главное в жизни это психосоматика и просто вот о чем короче я в нем голове просто не укладывается вот такая набожна вот такая вся прямо ну любо дорога смотреть мне даже было интересно я посмотрела многие смотрят на этого не озвучивают я озвучиваю решать своим мнением еще раз говорю я не рекламирую кто будет мне писать какие-нибудь гадости мою сторону я не буду с вами общаться потому что здесь ничего такого нет готова мы дано глаза и уши чтоб слышать и анализировать и тем более пати шоу бисики меньше рекламировали вместе с яниной соколовой и всеми остальное поливают и поливают понимаете вот это как вцепятся это сама же других проблем нет у нас только проблем только оксану марченко обсуждать конечно я зашла и посмотрела смотрите я даже оправдываюсь перед вами потому что сейчас общество такой разгул идет это слушать нельзя но смотреть нельзя но так сказала то не так украинская мова неправильно неправильно ударение акции я по-украински по украински ударение мне просто волнуюсь извините откуда в люди влюда в людях вот это вот эти бисыка вот это вот чертовщина ходить по святым местам благослови батюшка одно лоб бьет благослови 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 и что нам показывали золотой вагон бежит качается какие там люстры как какой дом какая бескусица каком плане я не дизайнер ну как показали там ну девочки то разве будет уютно в таком холодном доме жить с мраморой золотом и вот смотришь и так вот и люди думаешь хороший человек общаешься с ним какие-то думаешь ой вот да да как и фатфона марченко вот если бы не знали я посмотрела вчера можем вот все так достойно все так набожно все так верно и на послушание пошла и посудку помыла и винегритик она стругала я и эти самые гробницы мыло далее такое послушание да и иконы помогала рисовать и виноград собирала и виноград давила ну прямо благодаря этому мужа освободили из плена по несправедливости не поспать был к нему было были украинские власти несправедливые вот и через год его освободили и все благодаря семье потому что вот семья но даже россии год семьи я понимаю откуда ветер дует я понимаю что так это как нет ребята это отлично вот семьи отлично что надо ценности семейные я тоже всегда об этом говорю это очень важно даже если ты одиноко живешь один у тебя есть я семья твои кошечки собачки ты все равно семья семья ты ты окружил себя любовью и добром пускай в обличии соседки какой-нибудь она твоя семья почему нет сколько таких людей одиноки все правильно но главе диссонанс не укладывается она ходит этот фильм снимает вся наколотая переполотая хорошо пускай человек следит за собой тем более есть финансы по поводу этого но золотой вагон картины шишки наш мишкина сколько всего из я не на конфисковали не в общем сещет офис у него у нее отобрали дом вроде бы как тоже все отобрали и она говорит что и жесткие диски позад пособирали позабирали но потом это воры типа когда арестовали воры незаконно не стали воры не воры но потом воры сами ей вернули и большим трудом фильм ей удалось смонтировать восстановить короче ребята друзья никогда не было легких времен но я такой читала в книгах да кому война кому мать родна война для бедных так она а вот мы сейчас это только и видим война для бедных для бедных это мы еще живем более менее пенсионеры у нас не бедны они не все гробовые свои все достали да все достали гробовые и пользуются ими потому что нафига эти гробовые нужны кому завтра привалит двумя метрами земли или кирпича при взрыве и досвидос да друзья вот я посмотрела и приобретите мне приваться хотелось то что вот эта информация многие напишут не ротелла это ты 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 многие напишут тоже ты 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 все мнение принимаю кроме хамства и грубости я вчера 5 начиталась мне этого хватило это тут блин какие-то люди я не знаю звери в натуре звери просто звери мне нравится баба не смотри так я приехала свое любимое дорогое очень дорогое я тебе а иди должна останавливаться нет не стану я машина съедет тут ой ваш вот так хочешь не хочешь на 200 гривен нас а только набрала карбана взяла три штучки вот и куриные спинки моим дорогим животным по карбана дороговатый такое все дорогое кошмар ну а что делать ничего не поделаешь друзья я не знаю я вам серьезно говорю как люди выживают я вот ну честно я без я без бре которые остались без работы у которых работы нет не ну понятно каждый работал кто-то где-то что-то конечно же работает это понятно а вы в курсе что сейчас значит в две тысячи в две тысячи в двадцать четвертом году ребята на секундочку может кто-то не знал я вам скажу может дальше есть такие люди которые никогда не работали на государственных должностях так вот в двадцать четвертом году минимальная минимальная услышите меня минимальная официальная зарплата 7000 это нечистыми минус война минус налоги на на руки сколько будет ну вот и считайте а они нам паломницу включают ну вы понимаете а я бы вы понимаете о чем я они ее обсуждают больше тем нет так еще знаете что я хотела сказать вот я не могу понять некоторых своих зрителей я не знаю подписчики были зрители почему мне постоянно пишите что я глупая не на если я глупая зачем вы меня слушаете и не глупая выгляжу а выгляжу очень красиво даже нормально интересная женщина кстати волосы нигде не растут и не бреюсь не бухаю да я курю об этом не скрываю не бухаю не пишите что я бухаречка у меня пропитый вот голос я просто отвечаю не оправдываюсь отвечаю и не глупая я я просто озвучиваю я в политике я не я не делаю прогнозы они политолог я говорю то что я чувствую украинка живущая здесь в украине в украине живущая в войне живущая в беспределе в живущая несправедливости и со мной так живут миллионы сейчас что начнется мужиков возвращать за границы и шо это будет девочки таких нам доберутся женщинам доберутся доберутся потому что нам женщинам придется опять брать все свои руки раз мужики не могут а только сидеть тут и оскорблять женщин вот здесь сидеть военные диван эти самые диванные вояки вот эти вот сидят пишут оскорбление мужики мужики если он сидит меня в ютубе оскорбляет то кто нас будет защищать так рассказываю может кто-то не был в отб картошка 22 не берите страшная черная вся пораженная кошмар в овощном магазине я купила вот такую хорошую длинненькую ой кулькиш делают господи ты боже мой ось такая 26 гривен ну у меня все есть лук морковка все свое картошка закончилась взяла себе заварное пирожное ощущаем побаловать себя и мне печь некогда сегодня будет труда попросила в такие вот что пирогалики испекла некогда мне некогда я такая деловая вся паломница еще одна блин деловая ох я вчера на кофе ходила друзья ходила стремилась в порядок была такая красивая ребята так нарядилась подкрасилась чуть-чуть немножко села в машину поехала меня уже ждал ждал но я не об этом короче хорошо посидели мне все понравилось в общем если знаете что я хочу вам сказать мне сейчас сказать девочки девочкам обращаюсь не к мужчинам эти мужики которые мне пишут гадости я я вас ненавижу короче девочки хочу вам это самое я говорю мы вы чокнулись мы женщины уже чокнулись я мне это такая мне все неудобно спросить вот время мы живем неудобно мне спрашивать первое свидание почему он не то потому что ну красавец такой физически развит такой грамотный мозги на месте руки смотрю хорошие умелец такой боже мой в каком мире мы живем даже кто мог подумать что я познакомлюсь с мужчиной и меня будет беспокоить почему он не там слава богу что он не знает что умеет канал я буду скрывать до последнего так рекомендованных выйдет а я в него спросил он в основном про машины смотрит так что ему машины там рекомендованных будет ему нафиг надо там эти маски здоровье ладно так вот а погода витруга в общем пока я вышла с машины и дошла до кафетерия там где вы меня ждали зашла снег мокрый был вот такие груи под глазами он говорит о боже мой ты шурик Наташа потому что пешком шли а ты нет я говорю сейчас в общем я пошла в дамскую комнату все поподдирала красавица понимаете я немножко я была вот так же сам и накрашена как и сейчас все такое натуральное все свое понимаете все с собой свое а ты же приехала и давай же потом смотреть эти шоу бисиков подыбилась шоу бисики там выдучая если есть выдучая и то выдучая такая вилявочка мне было интересно ну она так дуже дуже ну ду ей важко дуже важко ей балакать в ней губки чи на колоти чи в ней таки від природы и вот це вона балака на украинскій мові с таким знаете акцентом таким ось таким опять ударение забыла как по украинской девочке забыла я вот и ей так эта губа блин мешает ну грамотная девка грамотная грамотная шоу бисики шоу бисика ой потом посмотрела там как-то эти сплетницы дадят которые обзоры ведут на Ольгу Попсуеву разную гадость о боже вот я посмотрела еще ту самую Оксану Марченко шоу бисиков подыбилась и потом смотрю Ольга Попсуева попрошайка та я смотрела ее канал ну да она в Болгарии сейчас как беженка статус у нее а шо только она да такая что она попрошайка какая она попрошайка ну холодно ей замерзла она она потом говорит как она может быть попрошайка если у нее доход месячный какой у нее просмотры никак у меня ни по две, ни по три тысячи у нее по сорок тысяч просмотров и каждый день выходит видео а теперь считайте сука это денег есть у нее деньги что-то она попрошайка в общем ребята везде одно вранье везде одна неправда везде и Марченко брешет и про Попсуеву и шоу бисики гонят и Нателла заплетает вам косу со своих речей все мои хорошие всем мира, всем добра вот с такой утренняя болталка я к вам выходила нравится ставьте лайк не нравится молча молча дизлайк поставили и все хочу поблагодарить всех всех постоянных зрителей девочки огромное вам спасибо что вы не бросаете меня с твоих новых зрителей да я не только показываю маски я не только кривляюсь я не только показываю шмоточки это говорит о том что я не кукла у меня тоже что-то в голове есть кстати мне сделали комплимент что у меня очень хорошие маски да у меня хорошие маски интересно ли комплимент что я очень даже и очень что я просто королева девочки будьте королевами хотя бы мечта вот как я сейчас но хочется верить что я королева королева шинтеклера на красной машинке ой как купи себе кабриолетик валить ой ой война закончится ой разбогатеет девчата ой работой будет валом я буду вещать как поднимается страна ой мечты-мечты где ваша слабость но надо мечтать девочки знаете бойтесь своих мечт так вот не бойтесь мечтайте о хорошем все будет хорошо а поклонницам масок девочки не растут у меня волосы не растут до лица я не преюсь нет и не бухаю я не бухаю никогда не бухала я не бухаю все пока